Итак, свершилось! 1 сентября компания NVIDIA представила новую линейку пользовательских видеокарт под названием RTX 3000. Разумеется, появились цены, в том числе для России, и первые тесты. И сегодня мы ответим на немаловажный вопрос. Владельцам каких видеокарт стоит переходить на новинки и хватит ли для этого одной почки? Поехали! Для начала пробежимся по характеристикам новых видеокарт. Итак, царь картой стала RTX 3090. Если вы смотрите это видео стоя, вам лучше присесть. Сели? Отогнали от экрана беременных женщин и детей? Так вот, официальная цена в России на референсную модель составляет аж 137 тысяч рублей. Чего, блядь? Нерефы будут стоить еще дороже. Да-да, у большинства компьютеры стоят дешевле. За эти деньги вы получаете GPU с почти десятью с половиной тысячами ядер CUDA и видеобуфером аж на 24 гигабайта быстрой памяти GDDR6X. Nvidia обещает, что этого хватит для игр в 8К с 60 кадрами, и нет повода не верить компании. Что касается оценки производительности, то на маркетинговых графиках эта видеокарта не приводится. Видимо, за шкал по FPS. По сути, RTX 3090 это реинкарнация Титан, то есть топ-жир архитектуры Ампер. И компания Nvidia вполне четко говорит, что эта модель скорее для работы, а не для игр. Нет, разумеется, последние на ней будут просто летать, но разница в цене между RTX 3080 и RTX 3090 в несколько раз больше, чем разница в производительности. Поэтому брать последнюю чисто для задротства имеет смысл в том случае, если вы абсолютно не стеснены в средствах. Поэтому переходим к RTX 3080, которую глава Nvidia Дженсен Хуанг назвал игровым флагманом. Эта видеокарта имеет чуть больше 8,5 тысяч CUDA-ядер, то есть на 20% меньше, чем у топа, и 10 гигабайт быстрой видеопамяти GDDR6X. При этом цена ниже, чем у RTX 3090 более чем вдвое, и за референс попросят 63,5 тысячи рублей, а купить новинку можно будет уже 17 сентября. Что касается производительности, то на слайдах Nvidia она вдвое быстрее предшественника RTX 2080 и имеет на 2 гигабайта памяти больше. На деле первые тесты показали, что разница в среднем около 60-80%, что очень неплохо с учетом сохранения прежней цены. Ну и самая простая из представленных видеокарт это RTX 3070. Она имеет чуть меньше 6000 CUDA-ядер и 8 гигабайт обычной памяти GDDR6. В продаже она появится в октябре за 45,5 тысяч рублей. Что касается производительности, то новинка будет быстрее предыдущего топа RTX 2080 Ti при вдвое более низкой цене. Возможно в будущем появятся более простые модели, типа RTX 3060 или даже 3050, но пока что о них нет даже слухов. Что касается новых моделей от AMD, например долгожданного Big Navi, то есть лишь слухи о том, что красные представят свои новинки в конце октября. Стоит лишь дать или нет решать разумеется вам, причем с учетом крайне нестабильного курса рубля есть шанс сильно проиграть. Кстати, уже сейчас существуют проекты облачного гейминга, например формата Stadia или GeForce Now, которые позволяют не покупать такие дорогущие карты. Ну а проекты эти живут благодаря мощным серверам и другой IT-инфраструктуре. Например, в России один из ведущих провайдеров такой инфраструктуры компания Selectel. Здесь вы платите в рублях, а не по изменчивому курсу, а техподдержка говорит с вами на одном языке. За 12 лет на российском рынке Selectel заслужил доверие порядка 18 тысяч клиентов. Сейчас у компаний 6 дата-центров в Петербурге, Ленобласти и Москве. Среди услуг Selectel можно выделить три большие группы. Размещение серверов клиентов в дата-центрах, аренда выделенных серверов и облачные решения. Работа в облаке означает отсутствие существенной привязки к физическим возможностям сервера и большую гибкость в развитии инфраструктуры. Selectel заточен не только под запросы крупных клиентов, здесь решают проблемы и малого бизнеса. Тем более, что у компаний есть базовые услуги типа регистрация домена, еще и подключение ДНС получите бесплатно. Хотите лучше познакомиться с продуктами Selectel, заходите на сайт selectel.ru, ссылка в описании. Ну а мы переходим непосредственно к советам по апгрейду. В этом видео мы не будем заострять большого внимания на видеокартах Nvidia Super по одной простой причине. Они достаточно слабо отличаются от обычных версий. Так, например, RTX 2080 Super быстрее обычный RTX 2080 всего на 6% и ровно на такой же процент RTX 2070 Super отстает от 2080. То есть все три видеокарты можно считать условно одинаковыми, чтобы не раздувать и без того объемный ролик. Аналогично RTX 2060 Super всего на 4% слабее RTX 2070 и их можно считать вместе. Как это обычно бывает, предтопы и топы предыдущего поколения все еще остаются на плаву. Да, в теории RTX 3070 будет быстрее RTX 2080 Ti, но на деле едва ли это будет критично. Бывший флагман все еще способен на ультра-настройки графики в большинстве игр в Full HD и 2К с FPS больше 60, а нередко и больше 100, и лишь в 4К бывают затычки, которые решают с опусканием пары-тройки ползунков к высокому значению. Это же касается и трассировки лучей. DLSS 2.0 больше не мылит картинку, а наоборот делает ее четче при большем FPS. Как итог, даже RTX 2060 оказывается способна выдавать играбельные карты вне до 4К, ну а уж RTX 2080 и 2080 Ti и подавно. Так что ближайшие пару лет смысла в апгрейде немного. Реально думать об этом придется с выходом RTX 4000, поэтому пользователи RTX 2080 и 2080 Ti могут выдохнуть спокойно. А вот с видеокартами RTX 2060 и 2070 все интереснее. С одной стороны, если забыть про трассировку лучей, то в Full HD и 2К с ними проблем нет, с высокими или ультра-настройками легко достигается FPS около 60 в большинстве новинок игропрома. В ближайшие пару лет едва ли придется упасть хотя бы к средним настройкам для сохранения играбельности. Менять их, в том числе в версиях Super на RTX 3000, стоит лишь в том случае, если вы планируете перейти на быстрый 120 или 240 герцовый монитор или на монитор с 4К разрешением. В обоих случаях производительности младших RTX 2000 уже не хватит для комфортной игры на близких к ультра-настройкам графики, и в таком случае апгрейд имеет смысл. Позапрошлый топ NVIDIA GTX 1080 Ti неожиданно оказался очень популярен у геймеров. После бума майнинга эту видеокарту можно было купить за вкусные 20-25 тысяч рублей. И могу успокоить ее пользователей. Бежать за RTX 3000 пока что большого смысла нет. Да, эта видеокарта уже плохо тянет 4К, но в Full HD и 2К она все еще показывает, что старый это не бесполезный. По уровню производительности она находится около RTX 2070 Super, так что проблем с играбельностью на высоких или ультра-настройках графики у вас в ближайшие пару лет, скорее всего, не будет. Ее хилесовая пята — это поддержка RTX. Формально она есть, но на практике из-за отсутствия RT-блоков FPS при активации этой технологии падает катастрофически сильно. И нередко не получается достичь даже стабильных 30 кадров в секунду. С учетом того, что все больше игр получают поддержку трассировки лучей, если вы хотите ее попробовать, то имеет смысл перейти на RTX 3000. В противном случае вы можете спокойно пользоваться GTX 1080 Ti еще несколько лет. Опускаться до средних и тем более низких настроек графики вам, скорее всего, не придется. Увы, каким бы крутым ни был Pascal, и как много памяти не имели ее представители, видеокарты 2017 года начинают сдавать. Так, даже GTX 1080 временами проигрывает RTX 2060, особенно в DirectX 12 или Vulkan. Поэтому, если вы хотите наслаждаться высокой или ультра графикой хотя бы в ближайшие пару лет, вам придется оставаться на Full HD. И это на GTX 1080. Та же народная GTX 1066 уже захлебывается в большинстве игр на высоких настройках графики в том же 1080p, выдавая лишь консольный FPS. Про трассировку лучей я вообще молчу. Формально та же GTX 1060 ее имеет, но на практике это выливается в откровенное слайд-шоу с 5-7 кадрами в секунду. Как итог, если вы хотите комфортно играть в 2К или выше, или попробовать мониторы с высокой частотой обновления, или же играть с трассировкой лучей, имеет смысл перейти на RTX 3000. Если же в вашем ПК стоит видеокарта 7-летней давности, типа GTX 9000 или старее, то у меня для вас плохие новости. Во-первых, вы лишаете себя поддержки многих приятных фич. Например, вам недоступна технология AMD FreeSync, убивающая разрывы изображения. А во-вторых, есть проблемы с современными API. Да, формально DirectX 12 поддерживают даже решение линейки GTX 400, а Vulkan работает на некоторых GTX 700. Но на деле, FPS при их активации будет куда ниже, чем при использовании DirectX 11. С учетом того, что от этого API уже активно отказываются, проблемы с производительностью будут лишь усугубляться. В-третьих, поддержки трассировки лучей у них нет, вообще ни в каком виде, даже в программном. И даже сейчас, такие топовые видеокарты своих лет, как GTX 780 Ti и 980 Ti производительностью не радуют. Последняя вообще выступает почти на уровне GTX 1660 Super, найти которую можно дешевле 20 тысяч рублей. Так что тут апгрейд уже не просто рекомендуется, он скорее обязателен, если вы, конечно, планируете играть в новинки и наслаждаться не только сюжетом, но и красивой картинкой. Теперь переходим к решениям красного лагеря и начнем с текущих топов. 7-нанометровые видеокарты у AMD вышли не самыми удачными. Пользователи нередко ругали их за проблемы с драйверами, вызывающие черные экраны. С другой стороны, эти же самые драйвера за год подняли производительность в некоторых играх на внушительный 10%. И в среднем производительность RX 5700, 5700 XT и Radeon 7 колеблется от уровня NVIDIA RTX 2060 Super до 2070 Super. То есть, иными словами, на высоких и ультра настройках графики в Full HD и 2K проблем с производительностью у них нет и едва ли будут в ближайшую пару лет. Из минусов можно отметить полное отсутствие поддержки DXR, то есть трассировку лучей они не имеют и не будут иметь ни в каком виде, даже после появления DirectX 12 Ultimate со встроенной программной трассировкой. Соответственно, и смысл переходить на RTX 3000 есть в основном из-за нее, ну или если вы хотите поиграть в 4K или на быстрых мониторах. Опять же, после майнинга были крайне популярны видеокарты RX 470 и RX 570, и нередко их можно было взять за 4-5 тысяч рублей, и при этом они обеспечивали производительность уровня GTX 1060 за вдвое меньшие деньги. Увы, сейчас такие GPU способны лишь на средние настройки графики в AAA проектах Full HD с комфортными FPS около 60, и разумеется, никакой трассировки лучей они не поддерживают. Через пару лет придется упасть уже к низким настройкам графики, так что если есть такая возможность, имеет смысл переходить на RTX 3000. Ну и пользователям видеокарты AMD Radeon R9 300 и ниже апгрейд нужен, видеокарты уже морально устарели. К слову, мало кто ожидал, что RTX 3000 будут более чем в полтора-два раза быстрее своих предшественников, и в итоге получается, что RTX 3070 за 45 тысяч рублей оказывается быстрее RTX 2080 Ti за 85 тысяч. Как итог, те, кто не смог их продать на вторичке за 50-60 тысяч, будут вынуждены упасть ближе к 35-40 тысячам. И какой бы вкусной эта цена ни казалась, смысла в покупке такой графики нет. 11 гигабайт видеопамяти вам в играх с таким GPU никогда уже не пригодится, а во всем другом RTX 3070 лучше. Это еще сильнее касается RTX 2080 и ниже. Эти видеокарты уже ощутимо отстают от RTX 3070, так что сливать их будут возможно даже по 20 тысяч. Звучит здорово, надо брать. Я бы не стал и подождал RTX 3060, которая может стоить на условные 5 тысяч дороже, но быть при этом ощутимо быстрее RTX 2080. Разумеется, решения линеек тысячной и девятисотой серии также просядут в цене, но брать всерьез графику без поддержки трассировки лучей в 2020 году я уже не рекомендую. Конечно, если у вас есть деньги на решения с RTX. Забавная ситуация. NVIDIA не везет с линейками, начинающимися на двойку. GTX 200 были мощными, но отсутствие поддержки DirectX 11 быстро их убило. RTX 2000 являются первыми решениями с поддержкой трассировки лучей, и этот блин был слегка комом, так как производительность при активации RTX сильно проседала. В итоге RTX 3000 вышла уже с учетом всех ошибок, и в обычных играх разница с RTX 2000 достигает 60-80%. И при трассировке лучей она временами почти и двухкратная. При этом, если не брать RTX 3090, которая скорее Титан, компания не поменяла цены, что делает новинки еще вкуснее. Если вам понравился этот ролик и наша работа, влепите, пожалуйста, лайк. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, до скорых встреч.